Улучшить экологию Черного моря, обеспечить комфорт местным жителям и туристам. В Арчанекидзе на завершающем этапе реконструкция очистных сооружений. Этот комплекс за моей спиной мощнейший организм. Здесь важна работа всех подразделений, начиная с первого этапа очистки сточных вод, механической. Здесь отсеивается весь мусор и песок. Затем стоки по трубам поступают в эти серые контейнеры. Следующий этап – биологическая очистка с фильтрацией на мембранах. С помощью микроорганизмов обеспечивается биологическая очистка сточных вод. Они делятся на аэробную, анаэробную, аноксидную зону. Но чтобы не вдаваться в подробности, то есть в какой-то зоне бактерии работают без кислорода, в какой-то зоне бактерии работают с кислородом, и где-то есть смешанные зоны. Вот сейчас мы можем наблюдать работу донной аэрации. Это вот этого, да? Да, это донные аэраторы, которые расположены на дне, которые подают кислород для полноценной работы бактерий. Которые, в свою очередь, с помощью химических реакций перерабатывают и докапливают азот фосфора. Последняя стадия – обеззараживание ультрафиолетом. Здесь своим излучением герметичные лампы уничтожают бактерии, грибки и вирусы. Сейчас оно работает в режиме пусконаладочных работ 72 часов. После того, как они наладятся, то есть их пропишут в системе СКАДа и, соответственно, забьют в автоматизацию, чтобы ей можно было управлять и смотреть дистанционно. После обеззараживания ультрафиолетом совершенно чистая вода будет сбрасываться в море по глубоководному выпуску. Его длина – около 800 метров. Предусмотрен накопитель в объеме 5000 метров кубический. На этапе проектирования данная очищенная вода не используется, не запланирована для использования, для орошения земель в сельхозназначение. Почему? Потому что на стадии проектирования ни в администрацию города Феодосии, ни в проектную администрацию, ни в губы РКВД Крыма от сельхозпроизводителей не поступало заявок, что необходимо орошение земель в сельхозназначение. Однако, если заявки все-таки появятся, дополнительное строительство насосной станции и прудов возможно будет включить в республиканскую адресную программу. Мощность локальных очистных – 3000 кубометров в сутки. Эта цифра полностью покрывает потребность поселка даже в курортный сезон. Реконструируют объект с 2020 года. Цена контракта – более 760 миллионов рублей. Реализуется в рамках государственной программы по развитию Республики Крым и города Севастополя. Если по правительству Республики Крым будет принято соответствующее решение о расширении, в принципе, эти очистные сооружения, исходя из той проектной мощности, которая установлена уже сейчас, могут обеспечить дополнительные какие-то определенные поселки в том же числе. Очистные сдадут в эксплуатацию уже в сентябре. Всего же в Крыму полностью обновят и построят объекты общей стоимостью более 50 миллиардов рублей. Завершить все работы планируют до 2025 года. Сабиня Дениева, Алиса Мединов, телеканал Милет, Феодосия.